Дорогие друзья, я всех приветствую на своем канале, я всех приветствую в Канаде. И сегодня я записываю вам очередное видео разбора моих находок в секонд-хенде. Что я нашла, что интересного. Надеюсь, что вам будет интересно, и вы с удовольствием посмотрите это видео. Ну и все, давайте смотреть. Ну что ж, дорогие друзья, всем доброго дня или вечера, в зависимости от того, какой у вас день, вечер или утро. И давайте я начну с вами рассматривать мои украшения. Простите, сама волоса, я немножко приболела. Вроде бы не модная болезнь, а обычная. Потому что модная я уже болела, но никто не знает. Тест вроде негативный, но посмотрим. Можно сделать еще раз, посмотрим. Так, давайте начнем. Я, пожалуй, начну с Серег. Вы знаете, вот эти сережки, я купила их в нашем секонд-хенде. И мне очень просто понравилось вот это вот, знаете, переливы и сверкания камушков. Я особенно не разглядывала их. Просто мне понравилось, как они блестят и переливаются. Я даже подозреваю, что, возможно, это Сваровский. Сейчас скажу, почему. Перевернув обратную сторону этих серег, перевернувшую серегу, вот эту, я обнаружила. Здесь есть две маркировки. Одна FNE и вторая 925. То есть, 925-я проба серебра. Во всяком случае, вот эта вот подвеска. И я стала смотреть, что такое FNE. Я не очень поняла, если честно. Но мне кажется, что это просто какая-то маркировка серебра. В общем, по крайней мере, 925-я проба на них точно есть. По-моему, это еще какое-то знак качества серебра, насколько я поняла. Может быть, я ошибаюсь. И я подумала, раз это такое серебро высокой пробы, значит, наверное, камушки тоже, видимо, Сваровский. Потому что сверкают и переливаются. Они, как вы видите, просто прекрасные, замечательные. Единственное, что мне совсем не нравится вот эта вот подвеска, на которой они висят. И сама вот эта вот штука, которая, пин, который цепляется за ухо. Хотя она, видите, вот такая. Не просто крючок, а вот такой вот крючочек. На нем, кстати, пробы никакой нет. Я подозреваю, что это не серебро, хотя, бог его знает. Ну, во всяком случае, вот эти веселины, может быть, даже это стекло, а не пластик. Но как-то они меня не вдохновляют. В общем, и они вообще очень длинные, если оставить вот так вот серегу, вот как она есть. Получается очень длинно. Поэтому я подумала, что я, наверное, возможно, вот это вот само сердечко сниму и сделаю две серьги. Возможно, приделаю какую-то другую вот эту вот крючок для того, чтобы вдевать его в ухо. Потому что вот так вот, без этих подвесок, они мне просто очень-очень нравятся. Они действительно очень красивые, очень блестят и переливаются красиво такого сиреневого цвета. Давайте рассмотрим сейчас этот браслет. Я специально сейчас на некоторые вещи, которые я покупала сразу недавно, не снимаю цену, потому что меня спрашивают, сколько это стоит. И вот я оставила, видите, ценник 4,99, то есть 5 долларов. Давайте прям сразу его снимем, чтобы он нам не мешал, не портил нам картинку. Я специально его оставила до съемки. Ну все, сняла я этикетку. Смотрите, какой интересный браслет. Металлическая часть с прорезями. Вот это, видимо, пластик. Тут я нашла какую-то железяку. Может быть, это будет лучше, чем мои ногти. Не знаю, девочки, даже не знаю, что это такое. По-любому, браслет очень красивый. Я все время, знаете, смотрю не в камеру, а на свои руки, и получается неплохая съемка. В общем, короче, браслет очень красивый. Вот так вот он застегивается. Маркировочек никаких на нем нет. Ну, выглядит он довольно так солидно, прилично, знаете, как будто что-то такое очень даже непростое. И вот это вот, вот эти вот вырезанные как бы части. И вот эта вот резьба, как бы так, очень даже симпатичная. Ну, вот так вот он выглядит на руке. Красивый браслет. Следующий мы будем рассматривать с вами вот такое вот ожерелье. Кстати, оно как-то немножко подходит к серьгам, по-моему. Сейчас давайте посмотрим. Вот серьги. Вот ожерелье. И оно не подходит, потому что ожерелье из желтого металла, а серьги из белого. Ну, мы. Тоже я оставила ценник. 6 долларов я за него заплатила. Это уже как бы у нас... Ну, как бы дорого, да. Так, снимаем. И это ожерелье компании Chicos. Магазина Chicos. Вот видите, вы видите, вам видно Chicos. Да, я, по-моему, вверх ногами показываю, но вы разобрали. Значит, оно состоит... Оно состоит из трех цепей. Две цепи у него просто вот такие вот металлические бусины, крупные бусины, мелкие бусины. И одна цепь имеет вот такие вот кристаллы. Белые, потом крупные вот такие вот сиреневые кристаллы. Сиреневые кристаллы с огранкой без обрамления, без рамочки вот такой вот. Просто есть вот такие вот бусины. В общем, ожерелье очень красивое. Очень красиво смотрится. Довольно длинное оно. Вот видите, я его сложила в два раза. И оно вот так вот выглядит. Довольно красиво, симпатично. У него, значит, замочек. Крупный большой замок. Маркировка, как я уже сказала. Замочек рабочий. Есть удлинительная цепочка. Ну, оно и так достаточно длинное. По-моему, удлинять его не нужно. Если только носить вокруг шеи два раза, тогда, может быть, надо удлинять. Красивое украшение. Оно, конечно, не винтажное. Потому что чикос, скорее всего, это не винтажное украшение. Но выглядит оно очень достойно и красиво. Такая вот брошечка у меня попалась. Без маркировок. Но брошь симпатичная. Желтый металл. И белый металл с белыми такими прозрачными кристаллами. Сочетание желтого и белого металла. Имеет вид какой-то... Я даже не знаю. Как будто бы... Букет с колосками. Нет. В общем, как будто бы какой-то свиток. В общем, не знаю, девочки, что это такое. Но вот такая вот она красивая брошь. Хорошая такая застежка. Где-то мне мелькала маркировка. Но это была не маркировка. Мне показалось. Красивая такая задняя часть. Прекрасное состояние. Не нашла ни бренд, ни компанию. Ничего. Ничего даже похожего. Поэтому не могу вам сказать. Не знаю. Но брошь красивая. Так. Следующий у нас пойдет колье. Колье. Тоже не... Оставила цену. 3,99. Очень дешевое оно было. Снимаем. Так. Посмотрите, какое красивое колье. У него нет маркировок. Но я нашла его на продаже. Как колье Avon. Не знаю, девочки. Трудно сказать. Но так оно позиционировали они в продаже. Как Avon. У меня маркировок здесь нету никаких на нем. Вы знаете, вот тут что-то есть. Опа. Сейчас мы посмотрим. Подождите. Представляете? Маркировку не видела. А вот сейчас, когда снимала, увидела, что действительно здесь есть маркировка Avon. И какие-то цифры. По-моему, 0,5 или что-то такое. Это стекло. Стеклянные. Стеклянные, очень красивые кабошоны. Светло-голубой, потемнее. В общем, вы видите, оно очень красивое. И очень красивая вот эта вот филигрань. Такая здесь вот эти вот элементы. В общем, очень красивое колье. Вот купила за 4 доллара. 3,99. Висела себе тихонечко. Никто на него не обращал внимания. Потому что оно такое маленькое, незаметное. Но у меня глаз-алмаз. И я его нашла. Красивое. Очень красивое колье. Сзади оно выглядит вот таким вот образом. Здесь маркировка. И здесь все эти элементы. Вот. Выглядит вот так. Здесь цепочка. И обычная застежка. Класп. Здесь колечко. Ну, в общем, вот такое вот колье Эйвен. Написано, что это винтаж. Ну, не знаю. Я немножко сомневаюсь в этом. Но, в принципе, красивое оно очень. Без того, что это винтаж или нет. Очень-очень красивое вот эти вот кабоши. Просто необыкновенный глубины. Синий такой. Красивый. Так. Вот такая брошь у нас с вами в меню. Давайте ее положим вот сюда. Немножко увеличим, чтобы лучше видеть ее. На самом деле, она вот так вот должна быть. Потому что у нее замочек. Я вам сейчас переверну, покажу. Она маркирована. Здесь вот этот вот элемент. Я думаю, что стекло. Очень красивый вот такой вот. Очень красивый синий камень. Не камень, вернее, а стекло. Я думаю, что это художественное стекло. И очень красивое обрамление такого красивого цвета. Со старинного как будто бы золота, бронзы. Вот что-то такое. У него есть маркировка. Здесь написано Диполок. Сейчас я вам расскажу, кто это. Вот такой вот винтажной формы замочек. Хотя, ну, в общем, насчет года выпуска затрудняюсь. Потому что Дэниел Полок – это канадский дизайнер украшений. Он работает до сих пор. Начинал он, по-моему, в 1982 году. Поэтому очень возможно, что брошка где-то в 80-х годах. Судя по замочку и по, ну, как бы, вот, виду этой броши. Значит, все броши, которые он продает, он называет их подвинтажной броши. Потому что она сильно выглядит, как винтажная. Но винтажная, скажем, как будто брошь 60-х, 50-х. На самом деле она там 80-х какой-то или 90-х какого-то года. Что тоже, в принципе, винтажная брошь. Но не настолько винтажная. Видите, маркировка очень хорошо видна. У него есть страница своя в Инстаграме. Он очень своеобразный мужчина. Все свои украшения он демонстрирует на себе. Броши, бусы, в общем, он такой своеобразный мужчина. И стоят они, вы знаете, если честно, я как-то не нашла. Но примерно так, в районе 50 долларов, самое дешевое его изделие, которое я нашла, сделано. Потому что это, как бы, он считается дизайнером украшений. И это украшение дизайнерское. Есть в Инстаграме страница. Там очень красиво я его, наверное, вставлю. Вот покажу вам. Вставлю вам картинку. Там есть очень красивые украшения. И есть на что посмотреть. Но можно их, видимо, заказывать. Цен у него нет на Инстаграме. Так что, вот я не знаю. Но у него есть веб-сайт. В общем, вот такая вот красивая, красивая брошь. И последняя брошь. Ну, как всегда, брошь-загадка. Красоты неимоверные. Вот такая вот брошь. Очень красивая. Бесподобно красивая брошь. Сзади она выглядит вот таким вот образом. Кристаллы открытые, но стеклянные. Замочек. Вот такой вот обычный. И маркировок никаких нету. Но находила я несколько вариантов этих брошей в продаже. И я, честно говоря, затрудняюсь. Потому что я видела то, что я видела. И там много всякого разного. Значит, видела я в одном месте эту брошь, которую продавали за... Ее продавали где-то за 60 долларов. Причем считалось, что это, значит, она стоила 125. И вот по скидке ее продавали за 60. Вот абсолютно точно такую же. Потом я нашла, значит, где-то, что это, значит, винтажная брошь. 132 доллара за нее хотели на каком-то веб-сайте. Но там у нее были немножко другого цвета кавашоны. И, ну, очень похожа задняя сторона. И больше того, значит, потом я нашла где-то вот точно такой же, точно такого же цвета. Что это винтажная парк-лейн, gold-toned necklace или брошь. То есть, парк-лейн это такая компания. Значит, было написано, что это винтажная парк-лейн. Брошь или кулон. И была картинка вот именно ее в виде кулона и броши. Моя кулоном быть не может. Ну, никак. Стоила она, кстати, 150 долларов. Может быть, у меня просто что-то отломано, но на картинке, которую я нашла... Вот здесь было приделано, как будто бы ушко такое было сделано. И к нему можно было приделать цепочку. Что-то не знаю, у меня такого ничего здесь даже близко нет. Как будто бы отломанного чего-то тоже нет. Вот так. Если вы найдете, то я ничего не вижу подобного. Вот так, что мне кажется, что... И парк-лейн обычно они свои броши маркировали, а моя не маркирована. Но на вид просто один к одному. Короче, я в затруднениях. Может быть, это какая-то копия хорошая. Но очень похожа. Просто очень похожа. И спереди, и сзади. Все, абсолютно все такое, как у меня. Ну вот, дорогие дамы и девушки, сегодня у нас вот такой вот показ. Такая у нас сегодня картинка наших украшений. И давайте прощаться. И снова встретимся с вами в следующем видео про украшения, про примерки, полталки. В общем, все, что мы любим. Всего доброго. Всем привет из Канады. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.